Продолжение следует... Итак, 28 января состоится чемпионский поединок между Тимом Дзю и Джермелом Чарло. На кону будет стоять абсолютное чемпионство в первом среднем весе. То есть все четыре престижных пояса, которые ныне принадлежат Чарло. Букмекеры уже начали принимать ставки на бой. Второй фаворитом встречи является, естественно, Чарло. Он чемпион. В букмекерских конторах на победу американца дают коэффициент 1.39. А на успех Дзю коэффициент 3.22. Неплохие такие шансы. Пройдемся немного по боксерам. Начну с Джермелого Чарло. Занимает он первую строчку в рейтинге, естественно. Это 32-летний американец. Дебютировал он на профринге в 2008 году. Джермел Чарло сейчас является абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе. Провел он за свою карьеру 37 боев, 35 боев он выиграл, 19 нокаутом, один бой проиграл, ну и один бой свел в ничью. Проигрывал он только одному боксеру, Тони Харрисону, у которого затем он взял реванш и нокаутировал его в 11 раунде. Проиграл он решением судей и там был действительно очень близкий бой. В последнем же своем бою, который состоялся в мае 2022 года, Чарло нокаутировал Брайана Кастанью. Что позволило ему, естественно, объединить все пояса. Однако он это сделал со второй попытки, так как первая встреча с аргентинцем закончилась в ничью. Хотя мне показалось, что в первом бою Кастанью выиграл, ну это уже не так важно, ведь Чарло нокаутировал Брайана, тем самым снимая все вопросы. Ну и в реванше Джермел, конечно же, испытал проблемы. Вот. Он не всегда выдерживал вот это давление соперника, которое предложил ему Брайан. Я даже не побоюсь того сказать, что Брайан гонял американца по рингу, это было действительно так. Но, тем не менее, Чарло смог донести свой удар и нокаутировать Кастанью в 10 раунде. Вот. Помимо Кастанью и Хэррисона, или Харрисона, как правильное ударение ставится, не знаю. Вот. Джермел выигрывал у таких боксеров, как Эриксона Лубина, Деметриуса Хопкинса, Габриэля Рассаду, Венеса Мартиросяна, Чарльзла Хэтли и Остина Траута. Между прочим, Траут выигрывал у самого Мигеля Котто. Вот. Очевидно, что опыт, конечно же, на стороне Чарло. Он очень техничный боксер, в то же время неудобный. Из-за своей антропометрии его рост составляет 183 см, размах рук 185 см. Перейдем к Тиму Дзю. Занимает он шестую строчку в рейтинге. Это 28-летний австралийский боксер. Сын легендарного австралийского боксера Костя Дзю. Да-да, именно австралийского боксера. И не нужно тут кидаться. Хейтить. Почему я говорю австралийского, а не русского? Потому что Костя, хоть и родился в России, но выступал под флагом Австралии. Ну, вдруг кто не знал. И был, естественно, чемпионом Австралии. Он представлял австралийский флаг выносил в ринг каждый раз и считается австралийским боксером. Вот так, друзья. Вдруг кто не знал. Так вот, Тим Дзю дебютировал на профринге в 2017 году. За это время он успел провести 21 бой. Во всех он одержал победу. А 15 поединков выиграл досрочно. Вот так. В последнем бою, это был, по-моему, 26 или 25 марта 2022 года, он выступил против такого крепкого боксера Тирла Гуше. Да, он малоизвестный, но довольно неплохой такой околотоп. Тим оказался в нокдауне уже в первом раунде. Недооценил он соперника. Но он смог вырвать непростую победу. Было ему довольно-таки непросто с этим боксером. Но он выиграл. И таким образом отстоял свое право называться официальным претендентом на титул WBO. Но Гуше трудно назвать топовым оппонентом. Скорее, как я уже говорил, это околотоп. А Дзюм испытал с ним довольно-таки проблемы в бою. Хоть и был активным, постоянно претенговал, но ничего такого он не смог сделать с этим неуступчивым боксером. Я считаю, что самой ценной его победой является бой с Джеффом Хорном, которого он нокаутировал в восьмом раунде. Но кроме Гуше и Хорна стоит, конечно же, выделить таких боксеров, которых он прошел, как Дениса Хогана, Стива Спарка и Такеши Иноуэ. Тим всегда отличался такой ударной мощью. Крепкий он парень, хорошо бьет, неплохой у него тайминг. Причем он здорово бьет с обеих рук, под разными углами, закидывает он неплохие апперкоты. При этом, относительно он невысокий такой для первого среднего веса. И стилистически он, конечно же, максимально мне напоминает своего отца Костю. Конечно, до его славы ему еще расти и расти, но вот пока что Дзюнь не проигрывал. Хотя уже, как я говорил, побывал в нокдауне, но если он пройдет Чарла, то совершит, скажем так, такой рекорд. Вот отец и сын, еще не было такого, чтобы отец и сын были абсолютными чемпионами. Вот будет такой рост Тима 174 сантиметра, а размах рук 183 сантиметра. Разберем немного бой. Оба боксера обладают примерно схожими показателями выносливости. В скорости, как мне кажется, превосходит Чарла. Тим более такой прямолинейный и, скажем так, не такой быстрый боксер. На самом деле у Дзюнь неплохие шансы на победу. Хоть Чарла и выше, но он не имеет такого уж явного преимущества в размахе рук. Там всего 2 сантиметра. Но, конечно же, Тимофею нужно не забывать про защиту. Я не единожды замечал, что у него имеются дыры в обороне и в прогнозах на его бои. Джермел может наказать за его легкомысленность, за его прямолинейность. Он всегда прямолинейно идет без всяких обманок, всегда идет на соперника. А у Чарло очень тяжелые удары. Несмотря на высокий процент досрочных побед у Чарла, у него довольно приличный удар. И отличное умение донести этот удар до цели. Как мне кажется, его коронная фишка – это встречная атака правым кроссом. А ударов от Чарла будет много. И, конечно же, лучше для Тима, если эти удары будут приходить по защите. Ведь если Чарла зацепит и потрясет, то он уже не отпустит. Мне кажется, что Чарла умеет работать с сериями. Он не раз это показывал. Конечно, зачастую он предпочитает такой осторожный, расчетливый бокс. Он выбрасывает комбинации на средней и на ближней дистанции. В основном на средней дистанции сокращает расстояние до оппонента. Без какой-либо там выдумки. Особо просто прикрывшись блоком сокращает дистанцию для удара. Также американец хорошо держит удар. И его будет трудно нокаутировать. А вот Дзю даже очень уязвим. Под вот этот коронный, как я говорил, кросс или джеб. Чарла пробивает или кросс или джеб в зависимости от расстояния до противника. И, конечно же, будет очень любопытно посмотреть за тем, как же все-таки Австралийский проспект держит сильный удар. Например, тот же Брайан Кастаню два раза показал всему миру, что как бы хорош не был Чарла в его технике. У него есть пробелы на ближней дистанции, которыми должен пользоваться, скажем так, каждый низкорослый противник. Джермел действительно много паниковал в последнем, прежде чем в десятом раунде, прежде чем нокаутировать Брайана в их реванше. И иногда залезал вот эти бессмысленные размены в клинчи. Игнорировал защиту. Но он мог вот в любой момент нокаутировать противника, если попадет. И он попал, он смог попасть. Кажется, это был апперкот. И нокаутировал Брайана. И это еще раз говорит о том, как опасен Чарла. Дзю нужен непрерывный прессинг. Непрерывный прессинг. Тиму нужно зажимать противника в углу ринга, не давая ему возможности быстро сместиться в сторону или оттянуться назад. Проводит затяжные комбинации. Не один-два удара, как он это делает, и высматривает, куда бы ударить. Если он будет высматривать, куда бы ударить, Чарлу тоже придумает, куда бы ударить Тиму, как ответить. Чтобы не дать, ему нужно бить комбинации затяжные, чтобы не дать Чарлу возможности думать над стратегией. Чарлу нужны паузы для того, чтобы обдумать свои действия. Задача Тима не дать ему времени на обдумывание своих действий в ринге. Постоянный непрерывный прессинг и комбинации. Это путь к победе. Да, Дзю здорово пробивает по корпусу, по печени. Это непременно пригодится. Но нужен непрерывный прессинг. Чарла же нужно много передвигаться и держать Дзю на джебе. Ему нужно минимизировать любые вот эти размены. Ему нужно ловить его джебом на встречных атаках, кроссом. Нужны, знаете, такой активный силовой джеб, постоянный. Больше выброшенных ударов. Нужно лучше контролировать ринг. Не сжаться к канатам и не загонять себя в угол. Постоянная работа ног. Вот, поэтому прогноз такой. Таких боев, конечно же, в карьере Тима еще не было. Противников таких еще не было. Это большой скачок в оппозиции. И Тим постарается выиграть за счет агрессии. И тот, и другой не слишком любят работать под прессингом. Поэтому инициатива уйдет к тому, кто захватит центр ринга. Вот. Преимуществами Чарла является домашнее судейство. Также отличная функциональная подготовка и скорость. У Джермела есть возможности для улучшения тактики. И если он подключит переднюю руку и не будет застаиваться у канатов, то сможет подоловить Дзю. Вот. Возможно, Дзю проведет хороший лагерь. Его тренер подтянет его защитные навыки, что поможет ему выйти на новый уровень. Но мне кажется, что менее чем за год вряд ли уже можно научить готового боксера чему-то более новому. Полностью изменить его. Как говорил мне мой тренер, учись правильно защищаться сейчас. Потом уже будет поздно. Ты себя не переиначишь. Вот. На мой взгляд, мы уже увидели потолок Тима в бою с Гуше. Я, честно, не особо верю, что он сможет давить на Чарла непрерывно вот все 12 раундов, при этом не пропустив сильный удар. Мне кажется, что чемпион все же сможет победить. Не знаю, сможет ли он нокаутировать Дзю, но выбрать тактику на джебе сдерживания и победить решением ему под силу. Поэтому, я думаю, самая лучшая ставка, это как по мне, это тотал меньше 6.5. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также пишите в комментариях, как вы считаете, кто победит. Удачных ставок. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok